В селе Львовском прошло торжественное открытие первой очереди завода по производству грузоподъемного оборудования ГОСТ. Участие в церемонии принял и глава Северского района Андрей Дорошевский. Глава подчеркнул важность открытия подобных заводов в новых экономических условиях. Буквально год назад было подписано соглашение инвестиционное. Сейчас оно реализовано успешно. Я поздравляю с этим событием всех нас и надеюсь на то, что и даже уверен в том, что в нашем районе будет дальше строиться, развиваться и бизнес, и предприятия, которые будут работать на благо и Кубани, и России в целом. Вместе с генеральным директором ООО ГОСТ Еленой Кононовой Андрей Дорошевский перерезал красную ленточку, а после на территории завода высадили деревья в знак процветания и роста. Предприятие специализируется на производстве мостовых и козловых кранов, запчастей, комплектующих для башенных кранов. В месяц обрабатывают около 30 тонн материала и производят 10-12 кранов. В дальнейшем планируемся расшириться и ставить на 10 тысяч квадратов дальше по территории, увеличивать тем самым свою мощность. Продукция завода распространяется по всей России. Наш покупатель – это идут порты, металлообрабатывающие предприятия, заводы ЖБИ изделий, стекольная промышленность, винная промышленность. То есть там, где есть непосредственно помещение, где требуется грузоподневный оборудование. Строительство завода стало возможным благодаря инвестиционному соглашению с администрацией Северского района. Здесь, ввиду того, что скопление промышленности и есть не производство мощности, а именно сотрудники, которые могут принимать участие, да, обученный персонал, здесь большего скопления, мне так кажется. В настоящее время наш штат составляет 60 человек, ну 58, если быть более точным, и планируем еще вырастить еще порядка до 90 человек. Объем инвестиций составил 56 миллионов рублей.